Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда я Юрий Аксёнов и сегодня я хочу рассказать вам о новой игре от компании Neatron под названием Green Ninja Year of Frog. Данный разработчик известен и любим нами благодаря таким игровым проектам как Icebreaker, Wiking Voyage, Gunbrick, Silly Sousage in Midland и паре других. Существует не так много разработчиков, которые имеют свой собственный стиль, чтобы увидев игру было бы сразу понятно кто над ней работал. Что касается студии Neatron, то ее игры можно также легко определить и серые массы, как и фильмы скажем Квентина Тарантино или Уэса Андерсона, ну или каких-нибудь других именитых и известных режиссеров. Ну ладно, хватит вступления, давайте перейдем уже непосредственно к обзору их нового творения, которое по-любому после этого видео окажется на ваших смартфонах и планшетах. Green Ninja Year of the Frog это аркадная головоломка, главным героем которой является ниндзя-легушонок, которого взяли в плен какие-то ниндзя-насекомые из рождебного вам клана. И теперь вам предстоит выбраться из плена и при этом навалять всем недоброжелателям. Управление в игре осуществляется с помощью свайпов. Свайпая в том или ином направлении, вы отдаете команду совершить прыжок, причем он будет продолжаться ровно до того момента, пока лягушонок не долетит до стены. Миссия будет считаться пройденной, когда все враги на локации будут уничтожены. Всего в настоящий момент в игре присутствует 65 миссий, их прохождение отнимет у вас минимум 3-4 часа. Поначалу уровни будут очень простые, потом будут появляться различные препятствия, такие как мины, огненные горелки и также перемещающиеся и атакующие вас враги. А в будущем появятся еще и липкие блоки, которые не будут давать вам совершать прыжки. Но будут появляться не только препятствия и помехи, но и полезные предметы, такие как бочки и арбузы. Вы сможете запустить их в своих оппонентов и разом прихлопнуть всех. Графика в игре пиксельная, но все прорисовано на отлично. Также не подвела фоновая музыка и озвучка лягушонка, которая издает достаточно веселые и одновременно угрожающие звуки. Студии Nitro удалось создать еще один маленький шедевр, который, к слову, можно совершенно бесплатно скачать в Google Play. И при всем при этом в игре полностью отсутствует энергия и донат. Единственная покупка, которую вы можете совершить внутри игры и тем самым поддержать разработчика, это отключение рекламы. Я назвал игру Green Ninja маленьким шедевром, потому что в ней есть все, что должно быть в хорошей игре. Качественный продуманный геймплей, запоминающийся и узнаваемый главный герой и самое главное, в игре есть атмосфера, которая не отпускает до последнего свайпа. На этой прекрасной ноте я, пожалуй, завершу свой обзор, дабы не задерживать вас и отпустить играть в Green Ninja Year of the Frog. Благодарю всех за просмотр, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал. Скоро еще обязательно увидимся.